Слывший некогда культурным центром совхоза Кряж, клуб «Русь» превратился в пристанище личности бескультурных. Распитие горячительных напитков, крики, драки, а порой и пожары – обязательная ежевечерняя программа. Хотя раньше здесь проводились съезды областного масштаба, а для жителей выступали даже иностранные артисты. А здесь столько кружков было. Такой клуб, такой зал на 360 мест. Тут и голосование было. Ну все, в общем, это было, вторая жизнь здесь была в этом клубе. О том, какие проблемы накопились за десятилетия невнимания властей к территории поселка Кряж, жители рассказали главе администрации города Олегу Фурсову. Вместе с руководителями профильных департаментов он провел совещание по развитию территории. Инициатором встречи выступил общественный совет Куйбышевского района. Принято решение после исследования здания ДК либо его восстановить, либо снести и построить спортивную площадку. А пока ограничить туда свободный доступ. Глава администрации обратил внимание и на сквер, расположенный рядом с бывшим Домом культуры. По скверу, наверное, совместно с районом предложить проект планировки сквера. Что здесь? Просто так вот огородить. Деревья потрясать – это маловато. Он должен стать уютным местом. Может быть, здесь какие-то детские площадки поставят. Во дворах жители и сами стараются наводить красоту. Разбивают цветники, подметают дорожки. Но в некоторых случаях справиться самим бывает трудно. Во дворе 10-го дома по улице Центральной находилось здание детского сада. Теперь оно разрушено, а на память жителям остались горы строительного мусора. Они, видите, по периметру все раскидали. Там все деревья пропадут. Все березы, они все пропадут. Тут ничего не пропадет. Они все вывезут, все аккуратно. Что-то бурелом вообще был. Если вывезут, все. Давай так вот, значит, мусор в пакетах и ветке. Два дня тебе, да? По поводу бетонных конструкций. Значит, надо понять, от кого они здесь остались. Благоустройство территорий, качество воды, недостаток уличного освещения и отсутствие аптеки. Местные жители рассказали о своих насущных вопросах главе администрации. Люди здесь активные. Они готовы идти на выборы. Они готовы избирать власть, которая будет представлять их интересы на местном уровне. Это значит, что мы получим дополнительно в команду городской администрации тех людей, которые будут, как говорится, решать вопросы развития того или иного микрорайона на месте. Это очень-очень важно. А совместными усилиями привести поселок в порядок будет проще, уверен Олег Фурсов. Он станет привлекательным для жизни горожан. Потенциал здесь есть. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.